Путин торжествует. Прошедший на прошлой неделе саммит стран БРИКС в российской Казани уже назвали пиром Путина. Итак, саммит стартовал 22 октября. В российскую Казань приехали лидеры не только стран-участниц блока, но и государств, которые пока только рассматривают возможность присоединиться к нему. И даже генсек ООН Антонио Гутерреш. Утрапа самолета гостей подчевали традиционным чак-чаком. Ну а меню на банкете предлагала полакомиться на выбор. Татарская лепешка кистыбы с картофелем, пельменями с осетриной или варениками с грибами с чербетом из лайма. На выбор судаком с запеченными овощами, голенью ягненка или овощной лазанией. На десерт подавали яблочный пирог с манильным мороженым или шоколадный торт. Ну а запивали все эти яства винами российского происхождения – рыслингом или купажным реважем. В общем, Путин, конечно, потратился не на шутку. Ведь его основной задачей было показать ненавистному Западу, что никакой он не изгой и что с Россией по-прежнему хотят иметь дело. Ведь даже приехал президент Турции Эрдоган. Ну а Турция, напомню, член НАТО, на секундочку. Поговаривают, что для популяризации события Кремль организовал одну из крупнейших пропагандистских кампаний. Провластные боты за два дня настрочили во Вконтакте более 10 тысяч комментариев, формирующих положительную картину вокруг саммита в Казани. Об этом сообщает Верстка. Одним из главных нарративов стало тут, без сюрпризов, в продвижении идеи, что Россия не находится в международной изоляции, поскольку мероприятия посетили более 30 стран. Ну и, конечно, куда же без классики. Писали о повышении имиджа Путина с Лавровым, о растущем влиянии Брикс, снижении значимости санкций против России, об успехах российской армии в Украине. Повесточка дня никого, в общем, не удивила. При этом кремлеботы строчили посты и о том, что стоимость доллара падает, что вскоре от него вообще откажутся, как от международной валюты, которая гарантирует потешеспособность. Что теперь, мол, наконец-то будет построен тот самый, выхоленный Путиным, многополярный мир. Важно, что в нем подтверждена приверженность всех наших государств к построению более демократического, инклюзивного и многополярного меропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН. Зафиксирована общая решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций попыткам подорвать традиционные нравственные цены. Какой же нехороший доллар, какой нестабильный евро, но именно их организаторы саммита рекомендовали брать участникам мероприятия с собой. Ведь нормальные платежные карты типа Visa или MasterCard в России не работают. Поэтому берите гости, дорогие, с собой наличные и меняйте их в местных обменниках на рубли. Кто знает, может это тоже такая многоходовочка Путина, может так он планировал пополнить валютные запасы России, ведь в Казань ехали далеко не бедные люди. Еще задолго до проведения этого саммита ходили слухи, что, мол, там Путин готовит представить миру свою альтернативную формулу мира, вы уж простите за тавтологию, формулу, удобную Кремлю и понятную всем остальным, чтобы принудить Киев к капитуляции. Что ж, никакой новой формулы миру никто не представил. Сказочки все те же, ориентированы на все ту же аудиторию. Справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наше постоянное обращение к партнерам, не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства делать это? Разве справедливо забраться к нам вот в подбрюще совсем, в ту же Украину? И начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо? Из традиционного. Индийский премьер Нарендра Моди снова обнимался с Путиным. Хотя в прошлый раз он из-за этого попал под целый шквал критики, ну, собственно, не только со стороны Украины. На первый после начала полномасштабного российского вторжения в Украину саммит Брикс в Юхонексбурге в 2023 году Путин, я напомню, не поехал, ограничившись выступлением по видеосвязи. К тому моменту Международный уголовный суд уже выдал ордер на его арест. А тут как бы у себя дома он чувствовал себя вполне вольготно. Я про ордер не просто так вспомнил. Приехавший в Казань генсек он Гутерреш тоже как бы должен был бы о нем помнить, что Путина, мол, официально обвинили в совершении военных преступлений, а именно в вывозе украинских детей с оккупированных территорий. Но Гутерреш, очевидно, забыл и приехал. А ради чего? Говорить о мире, заставить Путина опомниться? Но если Гутерреш так независим и все время днем и ночью думает о священной миссии ООН, то чего же он тогда не поехал на швейцарский саммит мира, организованный Украиной? Ах да, у него были другие дела. Значит, может, не так сильно Гутерреш и думает о мире? Кто знает? Тут я не могу удержаться, чтобы не вспомнить и скандал, который всплыхнул после того, как генсеку ООН писал письмо Лаврову и предлагал пути обхода западных санкций. Документ опубликовала немецкая газета Bild. В общем, Гутерреш вел себя, как простите за жаргон, «лепший кореш Путина». Он обнимался и с Лукашенко. И с удовольствием жал руку Путину. Ну и, конечно, призывал всех присутствовавших трудиться коллективно во благо мира во всем мире. В совокупности ваши страны представляют почти половину населения мира. И я приветствую вашу ценную приверженность и поддержку многосторонности и международного решения проблем, что четко отражено в вашей команде в этом году. Ни одна группа и ни одна страна не могут действовать в одиночку или в изоляции. Для решения глобальных проблем необходимо сообщество наций, работающих как одна глобальная система. Да только вот забыл Гутерреш о регламенте общения секретаря ТООН с лицами, обвиняемыми в военных преступлениях. А там, между прочим, написано, что негоже с такими людьми, как Путин, обниматься. Личные встречи возможны только, если они направлены на установление мира. Но Гутерреш в Казань явно не за этим приехал. Владимир Зеленский мгновенно раскритиковал главного функционера ООН в своем видеообращении. Сегодня, в День Организации Объединенных Наций, важно, чтобы мир не забывал о целях и принципах Устава ООН и цели создания этой организации. Даже если некоторые ее должностные лица могут ставить соблазны в Казани выше содержания Устава ООН, «Наш мир устроен так, что права народов и нормы международного права имеют и будут иметь значение». Ну а правозащитная группа, которая расследует военные преступления, TruthHound, даже написала целое обращение в ООН с требованием прекратить такое неподобство. Хотя лично я думаю, что Гутерреш приехал в Казань поесть пельмени из осетрины. Ну а еще это редкий для него случай обналичить командировочные в долларах и евро. Если так дальше пойдет, то он скоро командировочные в рублях получать будет. А что же саммит принес другим его участникам? Неужели все приехали поддержать бедного Путина? Если кратко, то совсем нет. Китай хочет утвердиться как новый гегемон в мире, как главный оппонент США. И саммит для СИ прекрасная возможность это сделать. У Индии приблизительно такие же цели. Ну а Турция просто хочет денег. Приезд Эрдогана в Казань это совсем не дуля Евросоюзов, который Турцию уже который год не берут. Анкара хочет быть членом БРИКС в дополнение к ЕС, а не вместо. Тут очевидный профит только для Ирана. Ничего себе взяли в международную тусовку. Ну а вот Бразилия, одна из основательниц этого блока, очень скептически относится к его глобальному расширению. Корреспондент бразильской службы BBC Джулия Браун пишет, что конкретно в этом году Бразилия приехала в Казань с более практической целью. Определить основные требования для присоединения новых стран к блоку. Бразильское правительство настаивает на более сбалансированном географическом представительстве и на том, чтобы все новые члены поддерживали дружеские отношения с первоначальными членами БРИКС. Так что насколько успешен Пир Путина вы уж смотрите сами. Ну а свои мысли оставляйте в комментариях к этому выпуску, если смотрите программу в интернете. Также делитесь этим видео в социальных сетях и подпишитесь на наш YouTube канал. Здесь много интересного и вы точно ничего не пропустите.